По идее мы вообще никак её не пиарили Что-то там подбирали ключевики, вот что-нибудь такое Нет, абсолютно ничего Смотрел последние видосики, они всё ещё залетают на ютубе То есть реально там 1,6 миллиона, там миллион По поводу инапов, у вас нету там инапов? Вы не собираетесь добавлять? Кто это? Собираемся покажем с этим, как это всё работает Здарова, народ, с вами Гришаков Сегодня у нас крутое интервью, у нас в гостях разработчик Один из разработчиков нашумевшей игры Bubble Class Артём, Артём, здорово Всем привет Артём, давай сразу перейдём к сути Да, Bubble Class игра, которая набрала в Google Play Там 5 миллионов, больше 5 миллионов скачиваний уже Вот, вы выпустили в App Store Она сразу заняла там, по-моему, сначала первое место было Да, сейчас второе, первое То есть вы там прыгаете плюс-минус Вот Когда вы затеяли эту игру Ну, как бы у вас была Был ли, была ли какая-то стратегия? Вы думали, что, короче, вообще есть шанс завируситься? Или, типа, это вообще взрыв мозга, и вы в шоке? Ну, мы думали Ну, предполагали, что какое-то количество скачиваний наберётся Но чтобы кто-то его там отдельно снимал Чтобы их выкладывали в TikTok и на YouTube Это не было такого Ну, просто там скачивание 10 тысяч, к примеру, будет И всё На что настолько много, разумеется, не было Так случайно вышло Когда, как сказать, когда вы продумывали, да, решили, вот у вас идея пришла это сделать игру Это, ну, ну, по факту вы делали такой трэш-игру для, ну, забавную, забавную игру, да, трэш в хорошем смысле, да, высмеивание Там вот этих батл пассов, там, всяких этих открытий сундучков и так далее, коллекционирования Ну, типа, в чём была мотивация? Расскажи вообще, как эта идея пришла? Ну, идея пришла просто... Второй человек, с которым я создавал, с ладом, он, получается, просто в TikTok увидел, где из ящика из Brawl Stars выпадает повестка Вот Он подумал, что будет прикольно сделать свою игру, в которой также будет выпадать из ящиков, вот И мы сделали, вот, это вся идея была, по факту Просто делать, чтобы открывать свои ящики По факту, ну, геймплей условный, да, там, прыгаешь, да, там, забираешься и так далее, набираешь это, и всё, всё вокруг ящиков, вокруг коллекционирования строится По поводу, ну, то есть, по факту, это, получается, ваша вторая игра, да, то есть, вы сделали первую игру, там, какой-то результат получился, и это вторая игра Да То есть, до этого больше опыта не было Ну, что? Вам по 18 лет Готовы, больше не было, всего 2 Ага Вам сейчас по 18 лет, я правильно понимаю? Да Слушай, ну, это, конечно, очень круто Вы чувствуете, что жизнь удалась, что, там, сразу у вас стрельнуло, да, многие просто годами копают, вот я тебе серьёзно говорю, годами копают, да, у вас стрельнуло сходу Типа, это случайность, или всё-таки, как тебе сказать, ну, типа, у вас прям стратегия такая была, вот я к этому как-то клоню Просто так повезло, ну, мы просто сделали, мы ни на что не рассчитывали, просто по приколу можно сказать А так уже вышли От чего пошёл вот этот шквал интереса? Давай примерно так проанализируем, отмотаем на начало То есть, всё началось с обзора Вилса Кома, когда вот это всё полетело, или до этого подтянулись блогеры? Вилса Ком был уже где-то в середине, сначала там, получается, я точно не могу сказать, я много роликов от школьников видел на ютубе, вот, то есть я решил загуглить два буквы, а там роликов 10-20 где-то было, я удивился, вот Возможно, там ещё в ТикТоке столько же было, но просто они там мне не попадались, поэтому я не знал, так что, думаю, просто в ТикТоке, в Ютубе начали снимать И так раскрутили, и первый, кто из крупных таких ютуберов, или вообще первый из ютуберов, который хоть какую-то аудиторию имеет, это Аурум был У него там несколько миллионов подписчиков, которые снимают Brawl Stars, Клэш, я или что-то в этом духе, вот, он первый, кто смотрел по баллу кваса роликов Вы как-то с ними контактировали, с этим блогерами, или они просто вас где-то увидели, что-то где-то увидели, какой-то репост и начали снимать? Или вы сделали рассылочку? Вообще мы никого не бросили Абсолютно, они сами Мы сделали этот тикток пару роликов Но они там особо-то не набрали Уже потом, когда распиарили Во сколько они набрали? А в ТикТоке там меньше тысячи было поначалу А на ютубе там сразу было много, ну не много там Вроде нескольких тысяч, это только потому, что там из Google Play странички сразу трейлер бы Вот поэтому просмотры Так, если не брать внимание то, что вы уже сама по себе, то по идее мы вообще никак ее не пиарили А саму страницу, вы знаете что-нибудь там про сооптимизацию? Ну, что-то там подбирали ключевики, вот что-нибудь такое, или нет? Нет, вроде, мы просто выставили категории там action, симулятор И может пару тегов то, что именно как в поиске набирать, а так нет, абсолютно ничего не делали Ну да, это конечно жестко, это очень круто Если по дням вот так примерно смотреть рост скачиваний, то какая-то тенденция То есть словно говоря там началось там пять, десять, двадцать, тридцать, потом сто тысяч Примерно вот так расскажи поэтапно Первое скачивание несколько тысяч, это было еще в закрытом, когда мы там игру открывали на какое-то время Чтобы протестировать там рекламу и все в этом духе, там скачивали ее какое-то количество Человек мы закрывали, вот и так несколько раз открывали, и так несколько тысяч скачало, пока мы туда-сюда открывали и закрывали Вот мы удивились то, что типа, кто, зачем это скачивает, там все, ну, не больше часа или двух было, и при этом там уже скачивали Точно не помню, либо 8 декабря мы опубликовали ее, либо 29-го, возможно 8-го мы опубликовали, а потом снова закрывали, чтобы проблемы решать Но, в общем, с 29-го там именно конкретно началось скачивание, потому что там по-моему С 29-го декабря? Да, 21-го года, вот, там по-моему уже 10, может даже больше тысяч скачиваний было, потом к 30-му, 31-му там уже, по-моему, почти 100 тысяч скачиваний было И вот уже в январе, вот, в первые 10 дней там до миллиона уже дошло, то есть там, получается, просто наросло 10, 20, 30 и так далее Сейчас чуть-чуть на спад пошло или все еще держится стабильно там? Ну, количество человек, которые скачало, конечно, не так растет, потому что все, кто хотел, он скачал уже большая часть А, ну так и, так же несколько тысяч, наверное, в день скачивает, но уже не десятки тысяч, просто тысячи в день, но так и скачивает Слушай, ну я смотрел последние видосики, они все еще залетают на ютубе, то есть реально там 1,6 миллиона, там миллион, 500 тысяч просмотров, то есть, но видосики залетают Поэтому, наверное, ну это все еще хорошая реклама для вас Игру сколько по времени вы делали, получается? По времени мы делали, ну, 3-4 месяца, но мы ее делали, ну, так По времени было, мы ее делали, то есть не каждый день, весь день делали, а просто какое-то время было, мы там пару часов уделяли и все Вот так ее можно было, наверное, даже сделать, если все время тратить У нас мы не парились над этим, просто сделали, пока ее было Сколько вы потратили, получается, на нее? Ну, 3-4 месяца Именно денег? Нет, денег, денег я имею в виду Ну, по факту на нее ноль, вот В общем, 20 долларов для публикации в Google Play, вот Но это еще с прошлой игры, так что можно сказать, конкретно для нее мы только App Store оплатили, там 99 долларов в год И все А так, если сумерить, то 121 долларов, да Вот А, нет, 119 долларов Это чисто для публикации и все Игра на Unity, да, сделана у вас? Да, бесплатный движок Так, а реклама тоже от Unity То есть единственная монетизация, это реклама? Да Это Unity, да? Ну, не AdMob, ничего там не вставляли? Там сейчас вопросы с Unity и AdMob А так изначально Unity, да, было Мы с AdMob пытались сделать, но там у них проблемы, у нас не работало, поддержки там нет, чтобы связаться и узнать, что делать, поэтому ушли в Unity А что не работало? Получается, там работал из видов рекламы только баннер, вот Но он нам не подходил в принципе, а остальные просто не показывались И мы не знали, что с этим делать и в интернете даже особо по этому поводу ничего не было, поэтому Вы знаете что-то про медиации? То есть когда там сразу можно и Unity, и AdMob подключить, и там другие сетки, это просто и CPM увеличивает резко Мы слышали, но мы только найтили, поэтому во всем этом не разбираемся, вот Но я имею в виду, не было мыслей подрубить, то есть это ваша единственная монетизация, и тут можно там значительно увеличить доход с приложениями Думаем над этим, вот, но в данный момент пока мы там меняем рекламодацию, то есть с NightMob пока что Так, давай примерно проговорим как рос доход, да, то есть у вас получается 29-го вы там на какой-то, на какие-то скачи начали получать, вот, можешь тоже примерно рассказать, вот в Unity Ads, да, какой доход у вас там примерно получался в зависимости от этих вот, ну доход в день или в месяц, какой сможешь поделиться? Ну точные цифры сказать, разумеется, не смогу, вот, но там первые дни вот по 2-4 доллара было, вот, потом в какой-то день 24, вот, потом в какой-то день, на следующий после 24 вообще 400 было, вот, и так далее, ну, до какого-то момента там росло, вот, сейчас, разумеется, там, в общем, пики разные были, то есть где-то много Вот давай, давай самый, один самый пик, вот в день, который у вас получился Ну, по цифрам я не скажу, вот, ну и там миллионы просмотров в день рекламы, вот, именно количество просмотров и объявлений миллионы, там несколько миллионов было Но ты можешь сказать тогда точно, сколько было просмотров в миллионах? Ну, типа, открыть сейчас и посмотреть, просто это интересно, это реально интересно Сейчас, там в районе 6-10 миллионов в день было 6-10 миллионов И CPM у вас чуть меньше доллара, я думаю, да? Ну, то есть, кто хочет, тот посчитает Там значительно меньше доллара, там, филрейт, он падать начал, то, что объявления не показывались, потому что их не хватало, так что там У значительно меньше доллара, там, чуть-чуть, не в несколько раз Но если бы доллар был, то мы бы заработали очень много, а так, как из-за филрейта, сильно потеряли Слушай, ну, я думаю, вы все равно нормально заработали То есть вы, по крайней мере, сейчас обеспечены для того, чтобы делать следующие игры Ну, это да Ну, и плюс, я думаю, хвост от этой игры у вас еще там долго будет преследовать Давай поговорим по поводу сообщества Тоже я обратил внимание, вы четенько что сделали? Вы начали сразу собирать народ во всех сообществах В Дискорде, на Ютубчике у вас больше 100 тысяч подписчиков, да? В Дискорде там почти полторы тысячи В ВКонтакте 22, по-моему, тысячи, да, сейчас Вот, ТикТок, да, в ТикТоке 4 тысячи у вас То есть, вы собираете народ вокруг себя с какой целью? Ну, что, просто собрать аудиторию, вот И если, к примеру, будем следующие игры какие-то выпускать То, чтобы уже скачивания какие-то были гарантированы хотя бы Ну, то есть, цель, условно, набрать лояльных чуваков Которые с вами вместе там занимаются этим А вы кого-то из своей аудитории привлекли Привлекали для каких-то тестов? Для генерации идей? Вот что-нибудь такое? Для тестирования нет, мы все сами тестируем А для идеи у нас там есть специальные разделы И в Дискорде, и в группе ВКонтакте То, что они туда скидывают свои идеи для персонажей, скинов И, в общем, все свои идеи Вот, мы когда готовим обновления, мы там Все это просматриваем и берем то, что самое годное Вот, потому что у нас все-таки идеи заканчиваются уже Кстати, вот по поводу годных идей Я так понял, что годная идея, которая зашла Вы начали ютуберам выдавать скины внутри Bubble Class И это стимулирует их делать видос Типа, я в Bubble Class Да, и они достаточно много набирают Ну, да, они просто начали сами в роликах просить Например, давайте меня в Bubble Class Напишите разработчикам Мы подумали, почему бы, в принципе, и нет Мы не планировали этим заниматься Но они сами просили Вот, мы их добавляли По поводу, вот, когда вы выкладывали игру Да, и закрывали В чем была суть? То есть, вы выложили игру Вы ее там скачали, а сколько-то человек вы ее закрыли Вы видели, что какие-то косяки вылазили или что? Зачем это было сделать? Игра в угол готова Просто проблемы с рекламой То есть, это как раз таки было, когда еще и дмоб То есть, в Unity все работает А в реальности ничего не работает Вот, и мы каждый раз что-то пытались справлять Открывали, закрывали Вот, в итоге, пока на Unity не переместились Вот, мы так вот туда-сюда закрывали Скажи, что ты почувствовал, когда вы взяли топ-1 Google Play И потом App Store? Сложно сказать, что просто очень странно Что игра сделала на коленке по приколу На первом месте Вот Особенно, когда там, к примеру, есть в этом же топе игры Которые там целые студии над ними работают Там их обогнали просто потому, что Решили по приколу сделать Это, с одной стороны, пригольно А с другой стороны, обидно за них Ведь у них-то по факту лучше Вот Им не очень чувствует Я где-то видел у блогера какого-то скрин Типа, Brawl Stars 29 место Bubble Class 1 место Да, типа, вы ушатали Это, конечно, смешно Слушай, по поводу Вилса Кома Да, то, что он сделал обзор на игру Это, ну, дало заметный буст установок Или уже тогда был рост И, типа, вы особо не почувствовали Это просто было прикольно В тот момент там много кто снимал Поэтому там просто был большой рост Там сложно сказать, кто сильно повлиял, кто слабо Ну, в общем, там все вместе было Поэтому очень много было Если бы конкретно он один бы снял То там можно было бы это заметить А так там сложно понять Еще он прикольную фишку сделал Я не знаю, тоже Мне кажется, это должно было сыграть Позитивную роль Он, по-моему, замутили Они петицию, да По поводу айфон-версии И там что-то подписалось До хрена народу, да, надеюсь? Я давно смотрел Там человек 500 было в районе Вот Которые там прям свое имя, фамилию И почту ввели То есть Кому это было, не забывало Вот Получается В тот момент Мы уже занимались Получается Публикацией в App Store Просто там Технические проблемы были Вот То есть По идее Даже и без петиции Мы все равно публиковали Потому что Мы и так хотели это сделать Но петиция просто Придала, можно сказать, огласки Типа Все начали видать ее в App Store еще сильнее Вот Поэтому популярность тоже придала Если говорить про Объем дохода с Google Play и с App Store То Ну, условно Сколько процентов дает Google Play И сколько дает App Store? Насколько это соизмеримые суммы? Ну, из-за того, что App Store и Кулы куда позже Вот Там скачивание меньше Но там Google Play, наверное, в несколько раз больше Скачивание Ну, не скачивание Дохода В 2-3 раза где-то больше Но при этом За рекламу в App Store платят больше Так По поводу Английской версии Вообще у вас есть ли Английская версия? И думаете ли вы попробовать Зацепить Англоязычную аудиторию? У нас Публикация на все страны То есть там 177 Или 178 стран Вот Единственное, что у нас нет Это локализация То есть Она чисто на русском И все Вот Возможно Мы сделаем То, что там Разные языки Чтобы К примеру В том же Америке К примеру Могли понимать Что там написано Но Проблема в том Что тут русские мемы А у них совершенно другие И они просто не поймут Прикола, можно сказать В чем суть Поэтому они просто Не оценят Вот В СНГ поймут А вот где-то В других странах Это вряд ли уже Оценят Ну, типа Шансов Что залетит За границей Достаточно мало Но пробовать Вы будете Ну, мы вероятно Все попробуем Просто сделаем Локализацию Возможно Еще что-то Но это так Чтобы было Можно сказать Особо рассчитывать Ни на что не будем Скажи Как вас Как отреагировали Ваши там Близкие Или друзья Или там Друганы Да Когда у вас Полетела игра Они прочувствовали Всю важность События Что говорили Они Получают Сказали Что просто Прикольно Вот Ну, оценили Это Они, во-первых Оценили Игру То, что Это Прикольная Игра В принципе Очень мемная Прикол Зашел Можно сказать А по поводу Того Что На первом месте Ну Удивились Куда Ты планируешь Ниги потратить Которые заработал С первой игры Думал Что себе купишь По факту Ничего Пока что Не планирую Потому что По факту Мне сейчас Ничего не нужно Вот Чтобы Если что-то крупное То денег Разумеется Не хватит Вот А если что-то По мелочи То по факту Мне сейчас Ничего не надо Вот Для разработки Игр В данный момент Ничего не надо Чтобы Для Более серьезных Там денег Нужно очень много Чтобы полноценные игры Делать То получается Пока что На жизнь просто А у вас доход По-моему Еще не пришел Да Там два месяца Идет Плюс еще То есть это что Это в конце февраля Ну если там Там вообще С ними свои проблемы С этими выплатами Так что Пока что Там никаких проблем Никаких проблем Если вдруг Проблемы будут Можешь написать Подскажу Ну я так понял Что Аналитику Вы не ставили Вот Получился у тебя Веб столе Открытие Давай посмотрим Удержание Просто интересно Там первый Второй Третий День Веб столе Получается На пьюс 21 января Вот Там получается 21 января 77 процентов Это в первый день Второй 49 В третий 42 31 24 21 И так далее Но это получается Первый день Вот К примеру Там на 31 января То 41 12 17 14 Слушай Ну это конечно Очень круто Там среднюю Могу сказать Давай За все время 25 16 11 8 Вот Просто Большая часть По нулям Потому что За те дни Когда еще не было Опубликовано Если оно Не берет В расчет То вот Это средняя Получается Около 40 процентов Первого дня Получается Первый день Да Около 40 Потом Где-то От 10 Ну вот интересно Если человек Не знает Про Мемный статус Этой игры А просто Ее скачал В google play Вот У него будет Такое же Высокое удержание Как вот ты думаешь Если мемный статус Это в плане Если ему Там Мемы Если не заходит Или что-то В этом Не-не-не Вот смотри Типа Я например Посмотрел Обзор Да У блогера И я такой Знаю О Bubble class Надо затестить И я прихожу Уже подогретый Я понимаю Что Мне надо Пооткрывать Кейсы Мне надо Найти Мого любимого Ютубера Открыть Игровой режим Вот А если ты просто Вообще Нифига не знаешь Просто скачал Google play И поиграл Это зависит От того Шарит человек За мемы К примеру Нравятся ли Мне эти мемы Вот Если нравится То ему зайдет То есть Он будет В это играть Пока не выберет Там всех К примеру А если это Человек обычный Просто Который хочет Поиграть в игру Что просто Поиграть То ему Вряд ли Зайдет Потому что Тут именно Суть в мемах Ну да Согласен По поводу Инапов У вас Нету там Инапов Вы не собираетесь Добавлять Кто это Ну Покупки Внутриигровые Покупки Внутри Донат Не будет Вот Просто я знаю Что у вас Есть Донат По-моему Когда вы Стримите Да У вас там Донат Если вы Какие-то Пожертвования Собираете Почему Внутри игры Не сделать Донат Просто Поддержите Разработчика Пожертвования Это просто Вот Что Если вдруг Кто-то Захочет Скинуть Денежку То они Могут Скинуть Вот А внутри игры Просто Мы не хотим С донатом Связываться С тем И проблем Больше будет И в принципе Не оценят Игроки То что Донат Ну просто Я когда Смотрел Обзоры Народ Наоборот Думал Ну Логично Доллар Задонатить Условно Разработчику И Сидеть Открывать Наборы Ну Это Да Думаю Нам бы Даже Донатили Возможно Мы бы Еще Больше Заработали Но Просто Не хотим Связываться С донатами У нас Все Бесплатно Чтобы Вопросов Никаких Не было И все Бесплатная И Вопросов К нам Уже Никаких Не будет Ну то есть Вы боитесь Что игроки Не оценят Типа Захетят Вас Скажут Что мы Скатились Там И все В этом Вроде По поводу Следующей Игры Вы уже Что-то Думаете Планируете Что-то Начали делать Идея Есть Но пока Мы занимаемся Только Техническими Вопросами Которые Сейчас Есть В Бабл Квасе То есть В данный Момент Мы не Занимаемся Ничем Кроме Бабл Кваса А что За моменты Там С рекламой С Юнити У них Вопросы Там В данный Момент Сейчас Реклама Не работает Мы Переключились На Туда Сюда В общем Пока Есть Идеи Но Еще Ничего Не Делаем Ну А Саму Бабл Квас Как Планируете Развивать Там Добавлять Больше Предметов Для Коллекционирования Игровые Режимы Новый Баттл Пасс Режимы Ну И Сезоны Новые В принципе Больше Ничего Онлайн Возможно Теоретически Добавим Но Снимать Очень Нагу Вопросов Париться Надо Быть А поскольку Мы Новички Это Не Силит Вероятнее Всего Ну Попробуем Слушай Но У вас же Есть Деньги Вы можете Если что Нанять Кого-то Вы не Рассматривали Такой Валент Вы можете Нанять Человека Который Вам Организует Мультиплеер Мы Думали Над Этим Возможно Так И Сделаем Не Знаю Но Там С другой Стороны Какой Мультиплеер Можно Сделать В этой Игре По факту Я Не Знаю Какой Вы Думали Сделать Там Предлагали Какие-то Битвы Пвп Может На Рег Кто Продержится Больше Но Мы Над Этим Не Думали Что Конкретно Мы Просто Думали Как Сделать Онлайн Чтобы Все Работало Понял По поводу Дальнейших Игр Вы Собрали Сообщество У вас Там Есть Подписчики Лояльные Фанаты Но Я правильно Понимаю Что Они От вас Ждут Дальнейших Игр Игр Пародии Игр Шуток Игр В таком Высмеивающем Жанре Вы Планируете В этом Направлении Дальше Двигаться Или Все Таки Попробуйте Сделать Что-то Такое Более Серьезное Какие Мысли Ну Пока Мы будем Делать Игры Мемные В общем С приколом А серьезные Игры Мы планируем Делать Но позже Потому что У нас Опыта Нет И если Мы начнем Серьезные Игры Делать То у нас Просто Ничего Не получится А на Мемных Играх Если Что-то Сделано Криво То Особо Так И надо Это Не Бака Фишка Ну А вообще Как ты думаешь Аудитория Которая у вас Сейчас есть Она поддержит Если вы Сделаете Ну попробуйте Сделать Что-нибудь Серьезное Ну не знаю Там 3D игру Или Хоррор Или еще Что-нибудь Без Шутей Или Вот Но Чтобы Столько И чтобы Все так же Снимали Это Вряд ли Потому что Сейчас Аудитория Конкретно Ради Таких игр Как Бабу Квас Вот Сейчас У вас Установились Тесные Связи С блогерами Я правильно понимаю Что вы с блогерами Прямо сейчас Общаетесь Контактируете И так далее Можно сказать Что у вас Вокруг Достаточно Много Блогеров С которыми Вы на связи Можно и так Сказать Там Переписывались С большинством С кем Кто просил Добавить Кого мы Добавляем И им пишем Насчет того Чтобы узнать Просто Может быть Как раз Можно сделать Мемную игру Про блогеров Их туда Завлечь То есть Что-то такое Мне кажется Это реально Крутая Возможность У которых И ни у кого Нету Такого контакта У вас есть Возможность Сделать Но Тут Идея Просто Если просто Запихать туда Ютуберов То Может аудитории Этих Ютуберов И будет Интересно А тем Кто просто Пришел То Им то Особо Неинтересно Будет Да и плюс В чем Прикол То Будет Ну вот Они там Будут Не знаю Не знаю Это надо Прикол Сначала Придумать То есть Понятно Что надо Прикол Придумать Да И вокруг Этого Привлечь Народ Ну Привлечь Блогеров Это Да Окей Окей Ну Короче Если Режимировать Если Режимировать Вы Решили Поприколаться Да Придумали Название Ну Все началось С названия Правильно Понял Что Вы просто Придумали Бабл Квас Не Мы Придумали Там Где Это Слышали Ну В общем Это Давно Придумали Наверное Как С самого Выхода Брал Старс Вот Мы Просто Это Использовали Вы Придумали Мемное Название Вам Показалось Это Забавным Да Это Сразу Бравл Старс И Батл Пасс Да Там Созвучено Очень Название Кто Нарисовал Иконочку С С иконками Кажется Вы Тоже Очень Хорошо Попали Мемное Рисовал Бравл Старс А я Предложил Черепок На маску Анонимуса Заменить Потому Что Тогда Был Тренд Анонимусов И Думал Прикольно Выйдет Вышло Прикольно Да Иконка И с иконкой Вы попали То есть По факту У вас Неское Попадение Нельзя Говорить Что Все Случайно Вы Замутили Попали С названием Да Попали С иконкой Потому С иконкой Это главная Конверсия Внутри Стора И даже Просто С названием И с иконкой У вас Уже Скачивания Типа Шли Да Это Ну Круто То есть Это даже Без блогеров У вас Уже Аудитория Перла Это Конечно Респект Вам Вот Вам Просто Разобраться С аналитикой Я бы Конечно Рекомендовал Аналитику Поставить Чтобы Посмотреть Просто Как там Народ Сколько Играет Сколько У них Сессий Сколько Они Времени Проводят На Че Кликают Ну Это Все Ну Интересно Было Мы Разбираемся Покажем С этим Как Это Все Работает Ну И Второе Медиация Медиация Позволила Просто На Те Же Показы Вот Ты Говоришь У вас Не Хватает Показов У Рекламных Сетей Типа У Юнити Там Да Ну Условно Нет Столько Вот Может Быть Вам Тоже В Эту Сторон Покопать Тоже Медиация Iron Source Можете Погуглить Может Будет Полезно Сможете Больше Зарабатывать Ну И Хуже От Чувакам Не Сделать Ну Мы Думаем Но Там Получается Медиация Это В Плане Это Какие Разные Рекламодатели Это Или Это К примеру Тот Же Юнити Моб Iron Сайз Все Это Вместе Взятая Смотри Есть Медиация Например Iron Source Ты Регаешься Отдельно На рекламных Сетках Edmob Unity Ads На Tapjoy На Pungle Inmobi Там Я могу Список Тебе Дать Заводишь Аккаунты И как бы Присоединяешь Эти аккаунты К своему Аккаунту Iron Source И Iron Source SDK Интегрируешь В игру Получается Сначала Вызов Идет От Игрока В Iron Source Iron Source Опрашивает Разных Рекламодателей И кто Дороже Заплатил Он Того Рекламы Показывает Все Такая Технология И Типа Это Позволяет Одну И ту же Рекламную Возможность Продавать Просто Дороже Потому Что Идет Такой Опрос А для Юзера Ему Без Разницы Он Просто Смотрит Рекламу Тебе Короче Надо На моем Канале Посмотреть Видео Про Iron Source Может Полезно Я Помню Даже Его Видел Там Отчасти Но Я Пока В этом Не Разбирался Еще Слушай Но Круто Что Вам Как Сказать Пришло Не Пришлось Долго Копать Чтобы Сделать Первый Результат Это Реально Очень Круто Потому Что Я Думаю Многие Сейчас Посмотрят Интервью Это И Будут Завидовать Тебе Ну И Владу Что Вы Не Разбираясь Ну Не Копая Глубоко В Технологии У 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 Сомнительно Ну А так Сложно Рассчитывать Ни на что Не надо Потому Что Это Повезет Не Повезет Зайдет Не Зайдет В В В В В В В А Если Про Вашу Первую Игру Сказать Она Сколько У Него Скачивания Было До Бабл Кваса А Там В Районе 100 Может Чуть Больше Потому Что Она Вроде Была С Мемом Но Она Интересная Это Просто Первый Опыт Можно Сказать Ну А сейчас Там Нормально Отзывы То есть Народ Бабл Квас Скачает И Просто По фану Качает Эту Вашу Игру 250 По Скачиваний У Дурки Это Первая Игра Нормально Там Тоже Есть Монетизация Какая-то А Там Баннер Мы Хотели Межстраничную Рекламу Добавить Тедмоба Но Поскольку У нас Ничего не работало Мы просто Добавили Баннера И Все Ну Ладно Разберетесь Все Супер Главное Что у вас Теперь есть Возможности И Аудитория Которая Вас Любит И Будет Ждать Новые Игры Что Респект И вважуха Реально Очень круто Вы Стартовали 18 лет Я думаю Что Впереди Большой Путь Респект Все Смотри Ребята Будут писать Вопросики Я К тебе Да Как время будет Поотвечай Мне Не сложно Ладно Все Спасибо большое Что пришел Давай Успехов В следующих Играх Спасибо Пока Пока Субтитры